Что год грядущий, нам готовит. В среду прошло заседание Совета по выставочно-ярмарочной деятельности при губернаторе Ивановской области. В ходе совещания зампред Олег Пташкин озвучил план мероприятий на 2016 год, в которых примет участие правительство региона. С точки зрения использования бюджетных средств, мы в первую очередь останавливались на том, что возможно какие мероприятия создадут благоприятные условия для развития и представления потенциала в первую очередь Ивановской области. Здесь, конечно, все возможны коррективы, возможно какие-то изменения. В список включили такие мероприятия всероссийского масштаба, как Петербургский международный экономический форум, Международный инвестиционный форум в Сочи и выставку госзаказ-2016, которая состоится в апреле. Присутствие делегации нашего региона на Восточном экономическом форуме и на Ганноверской промышленной ярмарке подверглось бурному обсуждению. В ходе совещания было принято решение об исключении их из плана в связи с ограниченными финансовыми возможностями. Множество вопросов вызвало отсутствие в списке мероприятий, которые проходят на территории Ивановской области. Тут нет еще одного мероприятия, все по-разному к нему относятся, но оно одно из немногих, которое имеет международное звучание. У нас льняная палитра проходит в плесе, она тоже должна иметь финансирование определенное. Обсудив все за и против, парламентарии пришли к общему решению. Финансовая поддержка региональных мероприятий является важным элементом экономического развития области. Как следствие, глава региона, подводя итоги заседания, дал присутствующим соответствующие распоряжения. Международный текстильный салон, и добавляйте прямо здесь льняную палитру, коллеги, мы проводили все на спонсорские деньги. Объективно говоря, в нынешнее время это все сложнее и сложнее. Поэтому давайте хотя бы какую-то разумную сумму на каждую из этих. Результатом участия Ивановской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2015 году стало подписание ряда соглашений о торгово-экономическом, культурном и научно-техническом сотрудничестве. Чтобы внешняя политика региона была не менее эффективной, в 2016 на организацию подобных деловых поездок, по предварительным данным, требуется порядка 10 миллионов рублей. Полина Понасецкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.